18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новость «Анапа. Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Мы поддержим нашего главу Юрия Федоровича о том, чтобы прекратить эту беспорядочную застройку. Когда каждый квадратный метр на счету, в решении не допустить еще одной стройки в центре «Анапы» главу города поддержали общественники. То место, где мы живем, оно должно быть комфортным. Озеленение, освещение и благоустройство. «Анапчане» вскрывают проблемы, в решении которых может помочь специальная программа. Давайте в этот вечер только добрые слова. Как сияют звезды. В «Анапе» большим галоконцертом завершился фестиваль православной культуры. Лидеры общественных и ветеранских организаций, координаты органов ТОС и «Анапчане» поддержали главу города-курорта Юрия Полякова в его решении не допустить строительства торгового объекта на углу улиц Крымская и Красноармейская. На общественном совете под председательством Александра Смирнова подняли проблему застройки «Анапы», внесли ряд интересных предложений и подписали обращение к главе. На общественном совете города-курорта ставят вопрос так. Надо выступить единым фронтом против строительства на Крымской и Красноармейской. Собственник участка пытается высудить право занять эту территорию очередным магазином. Но еще один торговый центр, тем более на месте востребованного остановочного комплекса, не нужен. Дело-то сегодня мы не проводим контроль из-за кем-то мы контролируем кого-то, администрацию. Мы сегодня проводим именно такое, чтобы провести от общественности, от общественного совета, именно правильно сказал Анатолий Максимович, поддержать. Что действительно, что он не один, а что с ним сегодня находятся жители нашего прекраснейшего города-курорта. И все. Чтобы он, когда будет, ну грубо это сказано, можно сражаться, чтобы он знал, что у него есть и слева, и справа есть поддержка. Вот и все. Лидеры общественных и ветеранских организаций, координаторы органов ТОС выступают от имени Анапчан. Общественный совет сегодня собирался по многочисленным обращениям граждан в Совет общественности при главе о том, что беспорядочно ведутся строительные работы на территории муниципального образования. В частности, сегодня речь шла по обращениям жителей на перекрестки Крымской и Красноармейской, где разворачивается новый объект строительства. Телевидение передавало, что это будет магазин, сейчас говорят, какой-то общепит, но там вообще закрыли магнит и сузили стоянку до невозможности. И мы поддерживаем нашего главу Юрия Федоровича о том, чтобы прекратить эту беспорядочную застройку. И я, как старожил уже в Анапе, я помню, как мы боролись за то, чтобы улица Горьков была, прогулочная улица, и как можно меньше было там транспорта. И мы выступаем за то, что в городе должно быть больше лесонасаждений, клумб. Это легкие города. Город должен дышать не газами, а выхлопными. Мы хотим поддержать главу, и мы просим его. Он наводит порядок, и очень хороший порядок наводит в торговой сфере. Мы хотим, чтобы у нас не было столько магазинов. У нас на каждого жителя по три магазина. Достаточно. Нам нужны зеленые зоны. Там когда-то была зеленая зона, там были розы цвели, там стояли лавочки, там был павильон остановочный. А что сейчас осталось? Никакой лавочки, и люди сидят на своих сумках. Поступил ряд интересных предложений. Например, создать реестр объектов, в строительстве которых Анапа не нуждается. Или создать общественный контроль в тандеме с экспертной оценкой. Я считаю, что развитие города Анапы должно идти в правом поле через согласование мнений специалистов и обязательно предложений населения. Чтобы люди четко и ясно видели, что их ждет в будущем. Будут ли остановки, будет ли общественный транспорт, будет ли зеленая зона. Достаточно магазинов, больниц, садиков и прочее. Поэтому вот в этой части я и предложил, что просто вот так набегом, наездом на строителей ничего не получится. Мы должны найти все-таки с ними консенсус, чтобы они не искали защиты в суде. Обращались к обществу, к местной власти, договорившись, делали Анапу лучше. Ну, исходя из собственной красивой инициативы. По магазинам, по ресторанам, по пляжам и так далее. Свою принципиальную позицию по отношению к скандальной стройке высказал глава Анапы сегодня в ходе прямой телефонной линии. Юрий Поляков сказал прямо и однозначно всеми силами не допустить застройки этого участка города. Заместителям и муниципальным службам как поручение контролировать и принимать меры. Алло, здравствуйте, Юрий Федорович. Здравствуйте. Мы, жители Центрального округа, убедительно просим вас разобраться с ситуацией на улице Крымской, где идет строительство торгового объекта, начинается. Вчера мы там были, КАМАЗы, машины. Да разбираемся с этим, с первого дня разбираемся. Уже отменили разрешение, но тут судебные дела все эти тяжбы. Но вы знаете, к сожалению, что хочу сказать, ему еще документы в 2012 году выдали. Вы же понимаете, он получил документы и сидел молчал. Юрий Федорович, ну как быть с остановкой? Он ее вообще сдвинул в сторону, она там малюсенькая-узюсенькая стала. Вы знаете, я дал поручение и управлению транспорта разобраться с остановкой. Вообще с остановками там у нас и на Астраханское что-то она уменьшилась вдруг до неопределенных размеров. Уже невозможно говорить, что для остановки существуют нормы, снипы. То есть все остановки будем восстанавливать, приводить в порядок. А на Красноармейской надо создать зону отдыха с озеленением и лавочками. Я вообще для себя такое понимание имею, и много лет мы еще когда-то с Паховым опланировали, что там вообще должен быть фонтан, потому что это въездная группа в город. А сегодня оказалась вот такая ситуация. Остановка, столовка, там фрукты, там гадюшников бы понаставили этих, понимаете? Да, да, да. То есть мы категорически против, но мы можем действовать только в рамках законодательства. Вот будет сессия, я и на сессии это озвучу, и вообще, как бы, я думаю, поддержка от людей будет, от общественности. Будет, конечно. Мы на вами везде поем. Все договорились. Спасибо вам большое. Спасибо, Юрий Федорович. В завершении разговора звучит рюзимая главы. Оно же – поручение для заместителей и муниципальных служб. Коллеги, я хочу сказать, для нас большая проблема – Крымская и Красноармейская. Нам надо все меры принять. Мы не должны там допустить никакой застройки. Там ее просто, в принципе, в природе не должно быть. Бороться не с последствиями, а с первопричинами потребовал от своих подчиненных глава города-курорта по итогам прямой телефонной линии. За час Юрий Поляков принял 21 звонок. Каждый звонивший озвучил не по одному вопросу. Большинство обращений связано с благоустройством и коммунальной сферой. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы принимаете сегодня телефонные разговоры, да? Уже принял ваш звонок. Спасибо. Больше часа откровенного разговора в присутствии заместителей главы, начальников управления, а также поставщиков воды, газа, тепла и электричества. Как рассказала Зинаида Николаевна из хутора Песчаный, у них периодически пропадает свет, а не так давно без электричества сидели больше половины суток. И отключают, и отключают. Все, что с огорода я могла, заморозила себе в холодильник, да, отключают на 15 часов. У меня там все, теперь это все несъедобно. И продолжается, продолжается отключение. Вы даже не поверите, у нас каждый день отключения по всему району идут. Каждый день. То Гастагаевская, то Варваровка, то Анапа, то Витязево. По словам главы города, счет с жалобом на пониженное напряжение в сети, а также на перебои со светом идет на сотни. Жалобы в прокуратуру на качество услуг необходимы, чтобы у муниципалитета появились аргументы в диалоге с частными компаниями. Вместе с тем, Юрий Поляков заявил, что ситуация достигла крайней точки, поэтому энергетикам следует подумать над оптимизацией работы и рассмотреть за киловатт-часами живых людей. По нашей дороге, вот Садовая улица перекрыта для больших грузов, для тракторов. Все ездят по нашей улице. У нас такие ухабы и ямы. Любовь Мельниченко из села Юровка рассказывает про улицу, на которой живет уже четверть века. Все это время они в складчину покупали щебень. Теперь просят привести в порядок дорогу, по их словам, ставшую фактически общественной трассой. Специалисты выйдут, посмотрят, кто там работает, кто на чем ездит, а я как бы обезуюсь, вашу улицу там гравием мы отсыпем. За асфальт пока не обещаю. Дороги – вторая тема после электроэнергии. Глава потребовал от подчиненных заниматься проблемами системно, концентрируясь на первопричинах. Коллеги, вы же все здесь работаете для людей, для народа. Но иногда многие об этом просто забывают. Я уже говорил неоднократно, столько жалоб мы имеем. Нужно обратить внимание на те жалобы, на одно и то же, на одно и то же, на одно и то же и монотонно их выполнять. Юрий Поляков считает, что подобные открытые диалоги позволяют держать руку на пульсе и в дальнейшем такие прямые линии будут проходить регулярно. Программа «Комфортная городская среда» поможет решить проблемы, копившиеся десятилетиями. На это надеются горожане, которые оформили заявки. Деньги на проекты будут выделяться из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Скамейки или даже просто места, чтобы присесть в самом разном исполнении. Помимо прочего, нет урн. Это придомовая территория единственной сельской девятиэтажки. Село Сукко, микрорайон на пересечении улиц Киблерово и Желанный. Он сформировался к началу 90-х. Местные жители через территориальное общественное самоуправление надеются привести общедомовую собственность к единому архитектурному знаменателю. Программа по благоустройству дворов пришлась как нельзя кстати. Здесь готовят к запуску новую котельную. Теплотрассы прошли там, где были детские площадки. Со стороны подъездов нужно решить проблему застоя воды и уложить новый асфальт. Само место очень хорошее. Утром, когда выходишь в 5-6 утра, вы не представляете, это рай. Тут птицы поют на перегонки. Тишина, спокойствие. Жить здесь здорово. Надо как-то благоустроить. Нам обещали в конце сезона зеленые насаждения, чтобы мы здесь посадили. Но совпало с началом строительства стройки и мы этот вопрос отложили пока. Чтобы уже закончилась стройка и тогда уже по результатам будем сажать деревья там, где есть возможность. Чтобы принять участие в программе «Комфортная городская среда», жители провели собрание. Деньги выделят из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Во втором доме по улице Трудящихся в Анапе в собрании приняли участие почти 80% собственников. Для города приличный кворум. Эта стена в буквальном смысле опирается на деревья. Здесь считают, что ее обрушение – вопрос времени. Когда-то это был военный городок. Сегодня наружное ограждение фактически ничье. Как и стол посвящения, на котором давно нет плафона. На придомовой территории, помимо скамеек и урн, нужно добавить бордюры, проложить дорожки. То место, где мы живем, оно должно быть комфортным. Поэтому мы сейчас указали те места, которые нас, честно говоря, немножко это не удовлетворяет. Мы считаем, что этим нужно край заниматься и сделать это. Это наша задача. Проблемы здесь копились с десятилетиями, а целевую программу жители дома считают неплохой возможностью их решить. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Свет рождественской звезды озарил Центр культуры Родина. По таким названиям там прошел муниципальный фестиваль православной культуры. Проект призван помочь юным дарованиям проявить себя в творчестве и ближе познакомиться с основами православной культуры. Это гала-концерт. Фестиваль стартовал еще 12 января. За это время перед жюри выступили более 100 участников. Организаторы мероприятия – управление образованием, центры творчества и развития образования при участии прихода храма Серафима Саровского. Конкурсанты – одаренные дети из детских садов и школ города-курорта. В гала-концерт вошли самые лучшие творческие номера. Задорные калятки, театральные постановки и песни – каждый из участников по-своему рассказал о светлом празднике Рождества. Один из лучших номеров, по мнению жюри, исполнила участница из «Джигинки» Анна Борилко. Ее проникновенное пение покорило и сердца зрителей. Я выбрала эту песню, потому что она мне очень понравилась. И когда я только ее услышала, она уже была мне интересна. Вот. И помогла мне принять участие в этом конкурсе моя руководительница Ольга Николаевна Беличенко. Фестиваль «Свет рождественской звезды» в Анапе проходит второй год. Но организаторы надеются, что он станет еще одной визитной карточкой курорта. В планах на будущий год сделать его более масштабным. Самые лучшие номера, конечно, все. Но лучше всего это вокальное пение, это ансамбли, это игра на инструментах, это тетрализованные представления. Надеемся, что в дальнейшем примут больше участников и номинации будут намного шире представлены. В следующем году планируется ввести номинации игры на разных музыкальных инструментах. Вводятся также стихотворения, больше их будут представлены на тему Рождества. В завершение концерта всем участникам были выручены почетные грамоты и дипломы. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Рассрочка оплаты. Рассрочка оплаты. Рассрочка оплаты. Рассрочка оплаты. Рассрочка оплаты. Рассрочка оплаты.